Человек Кладет на холст мазок за мазком, создавая собственный, яркий, солнечный, хаотичный мир из холода, одиночества и разбитого сердца. В детстве Винсент был неприятным ребенком. Он все больше мечтал и совсем не играл с другими детьми. Зато когда он вырос, ничего не изменилось. Он был странным, мрачным и не умел заводить друзей. У него не получилось ни кем встать. Ни торговцем в книжной лавке, ни проповедником, ни продавцом картин. Все валилось из рук и превращалось в грязь и пепел до тех пор, пока он не начал писать. В 27 Винсент впервые взялся за кисть и создал больше двух тысяч картин. Восемьсот из них были полноценными картинами и маслом. Гонимый то ли предчувствием, то ли безумием, он так спешил, он боялся не успеть. Он не пользовался палитрой, он клал краску прямо на холст толстым слоем и работал быстрыми, четкими движениями кисти. В последние 70 дней своей жизни он создал 70 картин. У Ван Гога был всего один близкий друг, французский художник Поль Гоген. Но и с ним не все было гладко. Во время одной из ссор Винсент бросился на него с бритвой и едва удержался от убийства. Гогену это не понравилось. Он кричал, ты ненормальный, я знать тебя больше не хочу. Дружба как-то разладилась, и чтобы закладить свою вину, Винсент отправил ему в письме мочку своего уха. Примирения не произошло, а Ван Гога забрали в сумасшедший дом. Последние годы своей жизни он провел на юге Франции, то погружаясь в помутнение, то приходя в себя. Он выходил в поля с мольбертом и иступленно работал, иногда распугивая ворон, которые так и норовили что-нибудь украсть. Он даже купил револьвер, чтобы распугивать их выстрелами. 27 июля 1890 года он направил револьвер себе в грудь и выстрелил. Он умирал больше суток, потому что даже здесь не смог ничего сделать нормально. И пуля прошла мимо сердца. С последним выдохом он произнес Печаль будет длиться вечно. Но как только глаза его закрылись, он шагнул в солнечные и синие, как будто бы со своих картин. Туда, где не было боли, не было одиночества. Туда, где друг вернулся в последний момент. Туда, где при жизни купили больше, чем всего одну его картину. Туда, где он любил и был любим. Туда, где не было никакой печали. Пепельно-белая Кажется сладким Угольно-черная Кажется горьким Под несчезающим Святом галактик На мостовых Опустевшего города Кажется мастер Просто устал В солнечно-желтом И синя-небесном Чем Ты заполнишь Пустые места Как ты уйдешь Если станешь Известным Ты выходишь в поле Ложишься в медовые волны Ты теперь спокоен Мы оба теперь свободны Не буди ворон Выстрелом или криком Посмотри на меня Винсант Посмотри на меня Посмотри на меня Винсант Посмотри на меня Не облетает цветущая слива Вечное лето Вечное лето В открытые окна Маленький дом Где ты не был счастливым Целая жизнь Где ты был одиноким Мастер безумен И смотрит с холста Ох, сиротевшие Желтое кресло Чем Ты заполнишь Пустые места Кого Приведешь На мое Место Ты выходишь в поле Ложишься в медовые волны Ты теперь спокоен Мы оба теперь свободны Не буди ворон Выстрелом или криком Посмотри на меня Винсант Посмотри на меня Посмотри на меня Винсант Посмотри на меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok